Привет, друзья! Вот удивительное дело. Оказывается, вот помолодеть, очень хочется помолодеть всем, да, особенно женщинам. Ну, конечно, конечно, будем только рады. Женщины всегда должны быть красивые, здоровые, стройные, да, любящие, конечно, без вас, без женщин, куда мы денемся, мужчины. И вот слушайте меня внимательно. Вот сколько людей сейчас на планете, которые находятся в тревожном, расстроенном состоянии. И со страхами, и с паниками. Вот если посмотреть, почему же тогда фармацевтические компании так сильно рекомендовали всякие препараты, антидепрессанты, ну, потому что это было очень-очень выгодно, и многие люди подсаживались на это, а потом с трудом оттуда выходят. Ну, как и алкоголик тоже самое. Алкоголь снимает напряжение, потом появляется зависимость, потом трудно выйти. И поэтому мы на своих бесплатных ликбезах и на своих вебинарах очень часто показывали, как это сделать, как находить для омоложения и для выхода из зависимости свой собственный биоритм. Потому что биоритм, вы знаете, смена дня и ночи, смена настроения, смена холодного душа на горячий, это же все меняет наше состояние. И вот интересно, чтобы сохранять целостность, мозг устроен таким образом, а это вы можете посмотреть и в моей новой модели работы мозга, там, в сайте стрессу и хасайру, вы можете посмотреть, кто очень этим интересуется, новую модель работы мозга и технологии, которые на этом построены, которые у меня опробированы в самых разных условиях жизни, и в стрессе, и в экстремальных ситуациях, и у людей, которые заняты творчеством. Ну, это очень интересно все, и я вам сегодня хочу сказать очень важный пример, который поможет нам понять, как устроена работа мозга, и как находить свою настройку, чтобы быть моложе, чтобы быть здоровее, чтобы быть творческим, чтобы быть с хорошим иммунитетом, и психологическим, и биологическим, и быстро принимали решения в сложных ситуациях. Вот посмотрите, например, заики, почему они повторяют слоги? Раньше была такая теория, я не знаю, насколько она сегодня сохранилась и насколько она развилась, но представлялось учеными так, что по двум половинам мозга идет речевой сигнал, и где-то он сразу не совмещается, и это время задержки Заика компенсирует повторяемым слогом. То есть он повторяет действия в ожидании, так сказать, образно говоря, когда сигналы придут друг к другу, и поэтому возникает заикание. Вот это повторяемое действие, если на него посмотреть шире, которое помогает сохранять целостность, которое позволяет нам, ну, например, повторяемое действие снимает напряжение, об этом я во всех роликах и книгах говорил, и что повторяемое движение снимает напряжение, это уже стало народной песней, я это говорил много лет, я это рассказываю, когда человек нервничает, думая о своем, волнуется, ходит туда-сюда по комнате, качает ногой, покачивается в кресле, стучит пальцами, а я говорил, отсюда пошли четкие, повторяемые молитвы и так далее. Вот у заики, да, нарушена целостность, и он компенсирует, как я сказал, повторяемым слогом. И ритм, ритм, с которым он это делает, вот если сейчас вот вспомнить, как лечат заика, я, например, у себя в Центре защиты от стресса на Таганке ко мне приходили многие руководители центров, которые занимались лечением подростков от заикания, я этим подросткам на их глазах прямо показывал и упражнения повторяемых действий, как, значит, хлёст делать, это же повторяемое действие, шалтай-болтай. И вот эти повторяемые действия помогали им раскрепощаться, снимать нервно-мышечные зажимы и быть свободнее в речи. Так они же и сами. И вот помню, что Харьковский институт в своё время предлагал, значит, детям заиканием дирижировать себе, дирижировать, то есть ритм какой-то. И всем известно, специалистам и заикам, что когда заика поёт, он не заикается, то есть есть там какой-то ритм. Вот этот ритм, если ломается, то у нас происходят всякие проблемы, которые мы компенсируем повторяемыми действиями, чистота которых должна совпадать с уровнем нервно-психического напряжения. На этом же у нас и приём такой шикарнейший, совершенно уникальный в мире, ключевая волна, когда человек сидит, вот так покачивается, думая о своём, и выходит в ритм автоколебаний, совмещая переживания с автоколебаниями, и у него снимается напряжение, восстанавливается целостность, вот как интересно, да, и включаются эндорфины. Если бы был большой стресс, у него были адреналиновые вспышки, там адреналовые напряжения, страхи, там головная боль, спазм сосудов и так далее, то через это повторяемое действие в ритме собственного напряжения, то есть он делает так, как ему максимально приятно и проще. Вот этот критерий, максимальная простота и комфортность, помогает человеку выйти из стресса, выйти на своё состояние нуля, так называемого состояния безмятежности, в котором он находится, и здесь восстановление происходит его организма, восстанавливаются истощённые и нарушенные функции организма, включается гормональный баланс, и если он здесь будет вспоминать счастливые моменты жизни и вспоминать свою молодость, когда он был счастлив, у него начинает происходить именно генерация тех самых гормонов, и он начинает омолаживаться. Вот поэтому я скоро буду проводить вебинар, который так и будет называться «Как омолодиться быстро» с помощью своего биоритма, ну или как-то так, чуть-чуть по-другому, но «Как омолодиться» будет обязательно, потому что очень многие у меня там в комментах запрашивали, давайте такой вебинар сделайте, как омолодиться. Это многих интересует. И кожа меняется, и даже лучистость глаз, и свобода движения, и всё меняется, потом человек омолаживается. Но надо же понимать, что есть у нас и больные. Мы не клиника, мы не клиника, мы не занимаемся лечением, и это я постоянно повторяю. Есть люди, которые уже настолько в тревожном расстройстве, настолько в паниках, что они вот пытаются что-то делать, а у них сразу не получается. Особенно не получается, потому что человек иногда делает ошибку, которая характерна. Он зацикливается на каком-то приеме. И вот мне пишут, слушайте, какая радость. Я только сейчас поняла, вот так мне прямо написано, я только сейчас поняла, что я всё время зацикливалась, разойдутся руки или нет. И не получается, а я продолжаю туда долбиться, туда стучаться, чтобы разошлись. Вместо того, чтобы отбросить от приема, поискать другой прием. По этому критерию максимальной комфортности, максимальной простоте. И я, говорит, стала перебирать приемы, совсем другой для себя нашла. И вдруг град слез, я так расплакалась, и так потом я так почувствовала себя легко. Так вот же ошибка. Не надо зацикливаться на каком-то конкретном приеме. Это же даётся, как пример, например, хлёст, шалтай-болтай, лыжник, лёгкий танец, волна, та же самая, ключевое дыхание, одно-минутное. Это даётся, как пример, и чтобы вы подбирали себе, перебирая, значит, ключ основан на принципе подбора, путём перебора, по индивидуальному критерию максимального комфорта. Хотя бы по 10-15-20 секунд, по полминуте вы перебираете разные движения, волейбольные, теннисные, фехтовальные, боксёрские, плавательные, скакать на лошади и так далее, делать какие-то такие движения или крутить холохоп мысленный. Да, можете мысленно делать, если вы лежите в постели, а можете стоя или сидя делать, как вам удобнее. И когда вы перебираете разные действия, в какой-то момент вы как бы западаете на то действие, которое вам хочется продолжать, и оно у вас снимает напряжение. Это ваше действие. Таким образом, ключ обучает нас не зацикливаться на проблеме, например, не зависать на каких-то стрессовых впечатлениях, а мыслить свободнее, творчески. И вот каким способом мы обучаемся не зависать на проблемах, а решать их именно тем, что выходим из этой зацикленности на примере подбора действий, которые мы учимся в них не зависать, не зацикливаться, а перебирать. Вот это как раз таки путь к осознанности, путь к освобождению. Подбирайте то, что вам приятнее, и вы в конечном счете приходите к себе. Это и есть ключ к себе, ключ к свободе, потому что без свободы невозможно быть здоровым, без свободы невозможно быть творческим. Свобода, творчество, труд любимый, он свободный, а подневольный, он заставляет нас напрягаться, накапливать всякие болезни. Поэтому ритм, в котором вы живете, когда вы засыпаете, когда просыпаетесь, надо подобрать именно тот ритм, который вам точно соответствует. И поэтому, если люди не досыпают, естественно, у них накапливаются всякие психосоматические нарушения. Да, вот недавно у нас был ликбез, и мы там говорили о том, что надо снимать лишние напряжения, выходить на волну, и там одна дама говорила, как только я выхожу, у меня тут же здесь где-то какая-то неприятность открывается. Потом, оказывается, она не спит. Она некоторое время, уже несколько лет не спит, по два часа каждый день не досыпает. И вот так отразилось. Отразилось так, что у нее накопилось вот это. Как только она пытается раскрепоститься, у нее тоже открывается вот эта неприятность. Так причина-то недосыпания, наверное. Поэтому я вам рекомендую. подбирать свой ритм. Потому что у меня был вот давно-давно, когда я учился в Дагестане в медицинском институте, был знакомый, он был и преподавателем, и врачом, и он занимался музыкотерапией. Музыкотерапия, то там же ритм. И поэтому, когда вы подбираете себе ритм танца, ритм музыки, перебираете действия по принципу ключа, это одно и то же. Потому что ключ – это модель, спрессованная модель, компактная, самой жизни, где вы действительно ищете, как делать дело, получая результат с меньшими усилиями. То есть, когда вы делаете действия, которые совпадают с вашими талантами. Потому что, когда вы заняты любимым делом, когда открываются ваши способности, тогда вы счастливы. Потому что человек, когда у него открываются его способности, когда он может заниматься любимым делом, он и свое предназначение в жизни, свою миссию выполняет. Он и полезен становится для всех. Потому что мы все в нем нуждаемся. И каждый имеет свои особенности, свои таланты. И когда мы производим что-то полезное, то в обществе людей мы делимся этой полезностью. И этой самой полезностью мы все вместе себя поддерживаем. И чем больше у человека любимых дел, тем больше точек опоры. Да, занимайтесь любимым делом, ищите ритмы, да, и учитесь с помощью метода ключа на основе подбора путем перебора действий. Не зацикливаться на каком-то приеме и не зацикливаться тем самым в жизни на каких-то неприятностях, а находить способы, как их решить. До встречи. Скоро у нас будет вебинар «Как помолодеть с помощью своего биоритма». До встречи, друзья. вебинар «Отбора»